Доброго всем! Здравствуйте всем! Вот, чтобы с временем суток не путается. Все равно всем здравствуйте. И сегодня, так как приближается праздник Песох, пришло время поговорить о Галеле. Галель – это псалмы со 113 по 118 включительно. Которые читаются по праздникам. Ну, если, значит, 18 дней в году каждый человек полностью читает Галлы. А именно 8 дней Суккот, 8 дней Хануки, первый и последний день, извините, первый праздничный день Песох и праздничный день Швот. А вне земли Израиля 21 день, ну, потому что там в Суккот 9 дней, не 8, как у нас. Ханука – те же 8 дней. Песох – два дня первые дня. И Швот – тоже два дня. То есть добавляется три дня. Далее рассказывается следующее. Раф – это Раф Ариха. Это первый крупный… Это ученик Рабей Гудаганаси, который в Вавилон переел. Когда прибыль в Вавилон, увидел, что они читают Халлель в Росходыш. В начале было сказано, что Росходыш не упомянут среди дней. 18 дней читают. Если был Росходыш, то должно быть еще 12 или 13 дней, в зависимости от того, какой длины у нас год. И обнаружил, что они читают в Росходыш. Хотел он это прекратить. Но когда увидел, что они перепрыгивают, пропускают отрывки, то сказал, что у них такой обычай со времен предков. Значит, и так это и было оставлено. Значит, в Росходыш и в Песах читают, пропуская два отрывка в Халлеле. Значит, в Песах после первого дня пропускают два отрывка в Халлеле. То есть читают то, что принято называть коротким Халлелем. Мы посмотрим, почему его пропускают. И в Росходыш читают его не помню. Это любопытный момент, потому что это довольно важная вещь и проливает свет на некоторую проблему. Ситуация выглядит так, что я исхожу, на самом деле я, когда начинаю говорить, исхожу из того, что Халлель все более-менее представляют, что это такое. Всем приходилось читать на праздники эти шесть псалмов. И здесь есть интересные некоторые моменты, которые надо разбираться, почему именно их читать. И правило выглядит так, что вот в трактате Таанит говорится, что установленные некоторые тексты есть, которые читают во время беды, а когда спасаются, читают во время спасения от беды, в дни спасения от беды. На самом деле в празднике. Здесь есть, наверное, центральный вопрос. Вот читают, значит, когда мы читаем, здесь происходит следующее с этими псалмами. Мы привыкли их читать по седуру, то есть по молитвеннику, в те дни, когда их читали. Отдельно можно их учить, как шесть глав в книге Тхилин, в книге псалмов, и посмотреть, есть ли связь. И, наверное, центральный вопрос, который возникает, он вот какой. Значит, в книге Тхилин, вот в книге Тхилин, шесть глав подряд, 113-й, 118-й, они с самого начала предполагались, как в Тхилин, они были собраны с самого начала, и они читались с временами запамятных. Именно так, и поэтому они стоят вместе в книге Тхилин. Или же, или же, наши мудрецы выбрали произвольно, ну, произвольно, по некоторым причинам, именно эти шесть псалмов подряд и объявили, что они кого-то. Вот давайте некоторые по этому поводу пример. Вот в Мишне, в трактате Песохим, говорится следующее. Значит, там идет описание праздника Песоха, и там, значит, люди накануне Песоха, то есть 14-го Несана, перед Песоха, приходят в храм, чтобы принести жертву. Если народу много, то их запускают по очереди. То есть образуют три очереди, три группы, запускают первую группу, режут их пасхальных егенят, приносят кропления, ну, там я не буду описывать сейчас, как выглядит пасхальная жертва, которую приносят. Значит, проводят то, что положено сделать с пасхальным егенком, и группа выходит и запускает следующую группу. То есть там не по очереди входят, а группами. Значит, и в Мишне, говорит, рассказано следующее. Когда очередь заходят, левиты на Духане, Духан – это сцена на границе между двумя дворами, двором Израиля и большим двором с жертвенником, левиты, пели Галэль. И если они его дочитывали до конца, а очередь еще не вышла, то читают его второй раз. А если прочли второй, то третий. Значит, дальше, хотя ни разу, им не удалось завершить третий раз. Что означает, что пока левиты, значит, вот пришла очередь первая, левиты прочли, там пока всех зарезали, люди не выходят, значит, то есть новые люди не входят. Левиты первый раз прочли Халэль, видели, что еще не кончено действие, прошли второй раз Халэль, увидели, что еще не кончено, начинают читать третий раз. Так вот, третий раз ни разу не дочитывали до конца, но может теперь прикинуть, сколько времени уходило на очередь, сколько у вас уходит время на прочтение. Халэля только надо вот считать не по тому, как там один человек дома читает, он читает, здесь от скорости его чтения, а как читают, скажем, в синагоге с Кантором, то есть неспешно, с расстановкой, пение, музыкальный оркестр, может быть, где-то проигрывалась какая-то музыка, какая-то музыка играла, ну как это называется, когда проигрыш, да, между куплетами. То есть это могло занять время несколько больше, чем мы привыкли. Но при этом, значит, дважды. После этого Арабия Гуда говорит, ни разу третья очередь не достигла 116-го псалма, то есть в третьей очереди там осталось очень немного народа. В третьей очереди, значит, то есть успевали прочесть 113-й, 114-й, 115-й, до 116-го уже не доходили. То есть третья очередь, она была очень короткая, там очень немного уже народа оставалось, остаточек, так сказать. Но мы видим, что в храме читают именно халэм. И это обычай, ну, как минимум храмовый. И по этому поводу там же в храме значит, когда описывается пасхальный седр, значит, для тех, кто не знает, вообще Агада, пасхальная Агада в коротком варианте, который читал во времена храма, это последняя глава Мишны в Масехте Пасахи. Там вы можете прочесть, как, что читали, ну, основные позиции, как проходил пасхальный седр во времена храма. Он отличается по текстам немножечко от непринятого, но понятно, почему, потому что там нет частей, связанных с разрушением храма. по этому поводу надо перед трапезой, перед тем, как начинают есть пасхальную жертву, начинали читать Галлы. Да, кто-то что-то хочет сказать, похоже. Значит, начинали читать Галлэль, и там спорят, там есть спор, какую часть Галлэля читали до начала трапези. То есть там вот в те времена, значит, первый капитал, то есть 113-й псалом, а второе мнение, что 113-й, 114-й, собственно, наш вариант, который у нас ныне принято. Значит, то есть это в те времена вполне мы видим, что Галлэль читается и во время трапезы, и во время пасхального жертвоприношения. Трапезы пасхальные. То есть, когда пасхальная трапеза, здесь же описан иерусалимский песок, еще довольно важная вещь, песок, о котором здесь идет речь, это песок в Иерусалиме, как отмечается, не вне Иерусалима, где нет пасхальной жертвы, а там описано именно в Иерусалиме, как отмечается. У нас же песок мы отмечаем, даже если мы живем в Иерусалиме, мы его отмечаем по обычаям вне иерусалимске. По естественным причинам у нас нет пасхальной жертвы. Значит, теперь о том, как читали Халлели, вот теперь начинается некоторая неожиданность, и я хочу обратить внимание, что я несколько изменяю себе, и в данный момент комментирую не столько книгу псалмов, сколько Сидуна. Как это происходит? По-моему, довольно важно посмотреть, как происходило в древние времена чтения. Вот как читали Халлели. Если перед кем-то читает раб, женщина или малолетний, и если мужчина проговаривает вслед за ним то, что они произносят, то пусть это будет ему проклятие. Если читает взрослый, то надо отвечать Галлели. Вот теперь, чтобы мне показать вам этот текст, который я сейчас зачитываю, я могу вам просто показать на русском этот текст, который я сейчас читаю. Да, я думаю, было бы хорошо. Сейчас я тебя сделаю этим словом. Да, сделал. Значит, сейчас я шейер и букву. Нет, этот или нет. У вас десятая мешна, да, написана перед вами? Да, так точно. Просто у меня, естественно, еще открыт один файл смешной. Значит, вот это текст мешны, трактат Сука. Значит, и там описана вечерняя трапеза в праздник Суку. Я хочу заметить следующее, что вот понятно, что вечерняя трапеза, вечерний Уджит, в праздник Песах в Иерусалиме и вне Иерусалима, это закон Тары. Он там прописан прямо в Торе, и даже если нет пасхальной жертвы, все равно нужно собраться за столом, чтобы рассказать и расскажи сыну своему, ну и так далее. То есть там то, что вечерняя трапеза в Песах заповедь Тары, в этом сомнений никаких нет. Понятно, что в идеале предписано прийти в Иерусалим и там принести жертву, есть пасхального барашка. Нет, нет, не подумайте, что вам нужно съесть целиком барана, вам и вашей семье не все способны на такое обжорство. Там регулярно люди скидывались и вокруг одного барана могло собраться до сотни человек вообще. Ну, до сотни. Сколько там весит баран, мясо в баране, я пытаюсь сообразить, в барашке, мелко в барашке. Килограмм 10-15. Значит, ну, каждому должно достаться, ну, грамм по стопам, ну, грубо, дайте дальше сами. Значит, теперь, в Суккот есть трапеза в Сукке вечерняя, первая, и Талмуд считает, что она такая же заповедь историческая, вот трапеза в праздник Суккот, в Сукке первый вечер, это такая же заповедь. Теперь, там, но, но, в отличие от Песох, вот тут происходит большое отличие от Песоха, в Песох халль читают не днем, как обычно, то есть, днем тоже читают, но еще читают вечером. Это единственный случай, когда халль читают вечером. То есть, по ночам халль не читают, и вообще, там, хасидские обычаи, и обычаи каббалистические, которые восходят краби из Хакулурия не читают псалмы от захода солнца до полуночи, ну, астрономической. Он по этому поводу, там, скажем, вот вы можете посмотреть в хасидском Сидуре не читают не читают псалом, который читает Ашкиназы вечером, просто потому, что, вот, который читает от Элула до конца Суккот, Хашем Оривы, Хашем мой свет, его нету в хасидском Сидуре вечером, потому, что вечером они не читают псалмов. Ну, в смысле, как молитву. Не читают книгу псалмов можно читать, но как молитву не читают. Песах Лэль Шимуриим Охранная ночь, поэтому псалмы в нее можно читать. Когда даже хасиды читают Ночу псалмы в Песах и в Йомки 10 первых псалмов читают в Йомки после молитвы. Теперь, но проблема чтения псалма, которая в Мишне, по-моему, это важно просто представлять, как это происходит. Когда говорится, значит, давайте я вначале, прежде чем это, покажу, покажу. вот значит, теперь, как это происходит? Если перед ним читают, представьте, в те времена, когда мы говорим в Мишне, когда говорится про молитву какую-то, читает Куре, слово Куре, то сегодня любой евритоязычный человек слово Куре воспринимает, как читать по книжке. Причем это доходит до анекдота, потому что там вот в Иерусалиме, ой, извините, в Тель-Авиве, рядом со старым рынком, ну, недалеко от Нового, но рядом со старым рынком, есть улица, которая называется Коль-Куре, и это не голос чтеца, это вообще-то голос петуха. То, что там имеется в виду, значит, но вот слово Куре, это именно читать по книге, но во времена Мишны Сидуры были запрещены, и по Сидуру никто не читал, а если у кого-то был дома свиток с молитвами, то он его старательно прятал, потому что за это можно было грести неприятности по самые уши, это было просто запрещено, такие книги держать дома, и их писать было запрещено. Молитву надо знать наизусть. Что делать тому, кто не знает? Тогда читал другой человек, который знал наизусть, он читал вслух, а тот, кто слушал в нужных местах, если речь идет о благословениях, говорил «Амэн» или там предписанные фразы. Это порядок, который тогда принесет. По этому поводу там, скажем, вы с удивлением узнаете, что Раби такой-то не умел вести молитвы, это означает, что у него не было собрано подряд все молитвы по порядку, как они должны быть, и он мог не всегда вспоминать, когда что читать. Все это делалось на память. Тот, кто не знал, вынужден был слышать, как говорит другой. Теперь начинаются две принципиальные вещи. Если молитву, а в данном случае «Халель», читает взрослый человек, который обязан прочесть, то слушающие его в нужном месте говорят «Халлилуйя». Обратите внимание, он не должен повторять чтение, он не должен сам читать. Человек, кто-то ему вслух читает, а тот в нужных местах говорит «Халлилуйя». На самом деле это условность, я сейчас покажу, что на самом деле говорят другое. Это зависит от того, что читает. Там есть правило, когда что нужно отвечать. Потому что «Халель» на самом деле устроен, и это я надеюсь успеть сегодня это показать, он устроен так, что кто-то приглашает восславить Всевышнего, а собравшиеся отвечают по тому, что написано в том же псалме. Там есть правило, что наступает вот в первой самой псалом 113 это будет хорошим. Теперь, если читает кто-то, кто не должен читать «Халлилуйя», то есть раб женщина или малый ребенок. Малый ребенок это, но сегодня ему исполнилось с полных 13 лет, не исполнилось с полных 13 лет. в те времена не достиг полового созревания, более, наверное, там есть спор, я не буду входить в этот спор, когда ребенок становится взрослым, там споры очень древние, и там нужно в специальную литературу залезать, только рассказывать. Но главное, что они не должны сами читать, то тогда тот, кто их слушает, должен слово в слово повторять вслед за тем, кто это читает. То есть ребенок пришел из школы, его в школе заставили наизусть выучить «Халлилуйя», он читает «Халлилуйя» наизусть, а отец должен повторять слово за слово за ним, просто повторять, ну, или стих за стихом. То, что, скажем, в ашкеназских общинах принято, там есть разные обычаи, как это делается, как читается в Елим, есть обычай еменский, и, кажется, он самый древний, есть обычай ашкеназский, у ашкеназов всегда при чтении в большинстве синагогов, неважно хасидских или не хасидских, приняты обычаи, что кантор читает вслух стих «Халеле» или «Пиюта». «Пиют» – это праздничные гимны. А собравшиеся повторяют за ним целиком его. То есть, это вот такой вот обычай. Но это обычай, который в этой мишне только что обозначен как неграмот. Что вообще-то так поступают, когда ведущий, этот обычай обозначен как так поступает, когда ведущий сам не должен читать. То есть, если вы маленького мальчика попросили прочесть молитву перед общиной, то тогда все, кто собрались, должны повторять, каждый должен ее прочесть сам тоже. Поэтому он повторяет как бы грубость, которая в этой мишне, пусть будет это ему проклятием, почему-то не позаботился, когда ты слушаешь Галель, почему-то не позаботился, чтобы там был взрослый человек. Это такой некоторые тяжелые проблемы. Теперь. Вот теперь то же самое. Мишна сука – это предыдущая сука. Там задают вопрос, когда качают лула. Лула в праздничный букет, мы говорим про суку. На словах «Славьте Господа», то есть первая Галилуя в первом псалме из Галеля в 113 в начале и в конце то есть вы видите, что вот это покачивание лула сопровождается Халелем. В это время читают Халель, и речь идет о публичном чтении во времена Мишны. сказал рабе Акину, я слетил за рабаном Гамлеэлем и рабе Гашуа, и там идет спор, в каких местах надо качать лула. Я не буду сейчас говорить почему, какое отношение лула к всему этому имеет, но учтите, что покачивание лула лула это молитвы. Это по поводу вот этого. То есть мы видим, что в храме, но рабе Акива естественно это уже не в храме, потому что он уже здесь ученый человек, когда говорится, он уже учится, то есть храма уже нет. Но обычай храмовый мы видим, когда надо качать лула. При чтении халеля, вот опять, когда вы видите, что именно при чтении халеля в сухо люди ходят с лулавами, вы видите, что это обычай древний. Это не какой-то новомодный обычай, а древний. Вот давайте я, вот чтобы было понятно, что такое древний обычай, что такое новое обычай. Древний обычай это галы. Древности совершенно не описывают. А вот новый обычай это, скажем, Кабала-Цаббат. Псалмы, которые читают в начале Кабала-Цаббат, кроме Низбор, Ширлы, Ябга-Шаббат. Это новый обычай, и это новый обычай начинается со времен того же раби Ицхагалурия, то есть XVI век. В XVI веке пьюплыха дадьи сочиняет раби Шлома Аль-Хаббат. Это окружение тоже раби Ицхагалурия, И вот тогда появляется нынешняя форма Кабала-Цаббат со всеми Псалмами, которые собраны в Кабала-Цаббат. Но, скажем, до этого такого обучая не было. Обычай, которым всего пять веков, это новый мы видим, я хочу показать, как выглядит вот первый Псалом. Первый имеется в блоке Дхимии, в блоке Халоля. Сто тринадцатый Псалом, значит, вот по поводу вот этого слова, халилуя, я так уверенно его пометил в одно слово здесь, да, и если вы спросите почему, то вообще-то есть некоторый спор по поводу того, в одно слово это писатель в два слова. Я оставлю в одно слово в перевод, вот так, по причине того, что это указание Минха Чай, что здесь и в конце этого Псалма нужно в одно слово писать. И здесь начинается некоторая проблема, вот это принципиально, в два слова или в одно слово. Я вообще хочу сказать следующее, что если вам неудобно читать так, можете взять Сидур, скажем, Маханаевский Сидур, там, где есть параллельные русский текст, скажем, в Маханайском Сидуре это перевод, по-моему, Миши Шнейдера, если хронули в Раха, по-моему, он это нам переводил, ну, переводил, по-моему, это Дибут или есть сообщение не касающие переводы, ну, он переводит два слова он переводит хвалите бога в баханаевском сидуре ну как большинстве сидуров кстати это находится там где молитвы расходишь молитвы новом месяце обливать два слова вы свалите бога множественное число прославлять и я как имя бога 1 одно из имен всевышнего имя ну нашего мира давайте скажем так вот интересно то это имя нашими мира гей воспринимается как буква нашего мира кстати но ают это небесное влияние по кабале это именно символика на каблистическую символику букв ну и раши который кстати по моему это раши есть и обратите внимание что вот это фантастическое начертание которое здесь есть вот когда мы говорим не ночует милена отключите звук пожалуйста вот это фантастическое написание которое раша вызывает что буква гей открыта снизу в бездну и сверху вот в верхней части открытия это открытие к небесам а макик внутри вот вот эта точка которая внутри буквы гей макик называется когда она в конце слова и в гортанной букве это человек в этом мире вот такая символика значит вопроса одно слово или два слова это некоторый спор и спор и спор содержатель вот это слово в начале это приглашение того кто ведет халей халилу я дославьте воздайте хвалу восхвалить и дал восхвалить и бог причем опять вот оттенки я всегда обращаю внимание на оттенки дело в том что этот оттенок это не просто хвалить а это ликующе хвалить это кричите восхваляя кричите от восторга радует радость это вот вот экстазно восхваляете это слово халель оно имеет отношение к поведению экстазного типа потому что у него есть есть специальный литературоведческий термин но например книги к галет это слово тот же корень регулярно означает бесноватость то есть она в обратном смысле мы знаем что в рите встречаются слова которые используются в двух противоположных смыслах есть специальные термины для этого литературы ведения не только вы видите есть такие слова но классический пример лабарах отблагословлять и лабарах проклинать одно и то же слово лакадыш освещать а что ты сказал что в кагелите один тот же корень обратите внимание галалут это беснование в книге кагелут от того же корня да и не только там и не только там у и шаягу есть это это значение нередко вот вот поймите одно дело вы один раз это встречаете а вот это обратное значение слова этого глагола она не только в книге кагелут она еще несколько раз встречается это является ну вот когда вы колеблетесь правильно ли вы понимаете такие вещи вы открываете конкордацию эвеншо шана эвеншо шана это автор главного толкового словаря иврита значит значит и здесь есть обратное значение интересно приводит он в отдельную графу выводит и 13 употреблений 103 100 150 смыслы прославлять и 13 раз в кагелы это слово потребуется в обратном смысле глупости делать вот такие вот это обратно этот глагол есть в обратном значении вы если вы колеблетесь да эвеншо шан это автор базового еврейского толкового словаря и он же автор конкордации причем чем цена книжка я не знаю может быть я зря отвлекаюсь на такие вещи но полезно просто представлять он там еще делать словарное примечание ко всем словам которые дают но словарные примечания не как в словаре как в библии эти слова употребляются то есть это это очень серьезный человек если хак вопрос вот то что ты говоришь например как пример выборах да когда это обратное значение мне как-то казалось что это ваш он на кия нет это это не ну тогда у вас вы тогда должны сказать что когда жена йова говорит барахат хачем в емут проклини бога и умри то все понимают именно в значении проклини потому что нельзя писать как бы проклинать всевышнего поэтому но я говорю на шон на кия нет тикун софри может быть но я не хочу сейчас входить например есть несколько вещей которые я могу сейчас войти конечно но это скорее к другим книгам есть вещи которые в танах который называется тикун софриим и тикун софриим там есть некоторые споры но основной смысл литературный прием чтобы например вот я опять вот я стал омерзителен себе и метка тикун софриим литературный прием имеется в виду стал омерзителен ему не ли алло ему это всевышний вот чтоб такое не писать а в талмуде и нерегулярно когда раша этот цитирует неправильно понимают такие места когда например говорят потому что сонэ и враги израиля говорят то 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 не враги израиля сами евреи это вот это оборот который специально таким образом употребляют тут надо просто узнать что там о себе плохо не говорят на себе не показывают а в талмуде о себе плохо не говорят поэтому регулярным обнаружен такого сорта оборота так вот халлель в данном случае для чего нам это нужно халлель это прославление такое очень эмоционально не столько здравым смыслом сколько всем естественном тем существом вот мне кажется важно я могу не делать таких отступления вот этих тонких значениях слов и оттенках слов но по-моему это важно понимать и когда скажем с древнейших времен и ситуа гинта и бульгата слова галилуи не переводят они пишут просто аллилуйя и все они переводят это слово причем пишут в одно слово как и вот здесь написано как вот здесь написано в этом случае если это так если это одно слово тогда это просто заголовок псалма такой же как мизмор да псалом такой же как шир песнь ну и так далее все там слова какие стоят маски думка да заголовки которые указывают тип раз жанра то ли музыкального жанра знаете как это самое перед нотами задумчиво быстро ну и тому подобное аллегро ну и прочие термины музыкальные которые музыкантам известны они музыкантам неизвестны значит дальше да значит дальше начинается вот теперь вот я хочу обратить внимание как это звучит дайте я а я а шевер я поставил да ага шевер я поставил значит обратите внимание начинается тогда так вот теперь первый стих уже собственно текст халало а в дэ аданая халало э чэм аданай воздайте хвалу рабы га шэма воздайте хвалу имени га шэма это произносят ведущий почему я утверждаю что это произносит ведущий потому что вот второй стих это ответ собравшихся да будет благословенно имя га шэма отныне и до века вот он это ответ собравшихся то есть как бы если читать как не как в седурии не как принято в синагоге а читать так как написано в книге джелим то должен ведущий кантор да шац произнести халалу авдей аданай халалу э чэм аданай и все собравших халалу и 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 у и и и и и и и и и небольшая короткая пауза после него. Это вот то, что должны отвечать собравшись. Это то, что отвечали во вхраме. Кстати, регулярно в храме не говорили, а мы произносили именно вот эту фразу. Вот эту фразу – это храмовая фраза. И когда во время Сауды в район Рабосе Мирволен Беншин, да, господа, давайте благословим, это вот это вот, оно воспринимается и так – Галилу! Давайте произнесем благословение. И все собравшиеся, да, все собравшиеся, дружно, радостно, то есть вот это призыв Мирволен Беншин воспринимается именно как первый стих вот этого псалма. оттуда обычно. Да. Значит, и дальше начинается… Дальше начинается повествовательная часть, и вот теперь давайте следить за повествовательной частью. Значит, от восхода Солнца до его захода благословенно имя Гошема. Значит, вот теперь вопрос восход и заход – это время или это пространство? Ну, понятно, что все мы люди, зависимые от комментаторов, и… Значит, Миша Шнайдер «От востока и до запада прославленное имя», то есть «От востока и до запада», я предпочитаю более дословный перевод. «От восхода солнечного и до заката его прославленного». Вот от стран добавляю слово, чтобы, не знаю, может быть, поэтически действительно лучше от «Востока до запада». Может быть, это короче и лучше. Но мне просто… Мне хочется хранить слово «Солнце» в переводе, потому что вот это представление катящегося по небу солнца от восхода до запада, которое все отслеживают люди и прославляют имя Всевышнего, значит, мне кажется, не хотелось хранить слово «Солнце». Я просто объясняю, почему так переводится. Но при этом мы правильно от «Восхода до заката», «Востока до заката» дословно, если переводить от «Востока до заката», от «Востока до запада». Смысл именно таков. «Рам аль коль гури мадуна аль зашамаем хвадо, возвышен над цеми народами Гошем, над или на небесах, над небесами слава его, слава его превыше небес». Опять, может быть, этот перевод даже лучше, слава его превыше небес. Но опять, я не знаю, нужно ли отвлекаться на такие тонкости перевода. Мне хочется сохранить зрительную картинку, потому что я все тексты воспринимаю глазками в том смысле, что представляю картинку. По этому поводу над небесами слава, а превыше небес – это уже теряющееся, это как бы признание того, что мы не видим. А мне хочется картинку сохранить, потому что, ну вот, чисто литературное соображение. Значит, теперь, это пока декларации. «Ми ке адуна елуха ину магвиги ла шевет». Здесь надо читать подряд. «Хамашпиле лир отбыша мэму варец». «Кто подобно Господу Богу нашему высоко сидит, видит все, что внизу и на небесах, и на земле». «Кто понимает, что когда вы встречаете вот этот оборот, то в шат вот этого оборота, кто подобно Господу Богу нашему, на самом деле, на самом деле, смысл, кто подобно Хашему нашему?» Слово «Богу», которое здесь появляется, это чистая грамматика. Это грамматическое принуждение по причине того, что не грамматическое, а синтаксическое, извините, принуждение. Это как вот нельзя сказать в литературном языке, в русском литературном языке, нельзя сказать «мой Миша», «мой Вася». Нужно говорить «мой сын Вася», «мой муж Миша», ну и подобные вещи. То есть имя собственное с притяжательным местоимением употреблять нельзя в литературные нормы русского языка. И когда кто-то, «мой Мишенька», то мы сразу слышим просторечие, да, кто-то передает просторечие. В иврите тоже самое правило действует. Поэтому поводом написать «мой Хашем» невозможно. Просто невозможно все это словосочетание. Литературно невозможно. Поэтому кто подобно Хашему, высоко сидит. Когда мы говорим «Хашем», мы уже можем себе позволить, потому что слово «Хашем» как бы не является именем собственное, имя собственное другое, а мы заменяем ему. Но кто подобный наш Миша? Такой этот оттенок, и он очень важен здесь. Хотя понятно, что есть каббалистическое объяснение сочетания «Хашем» и «Бог», но это чуть-чуть в другом месте. Он высоко сидит, вниз глядит на небе и на земле. Еще раз, следите за порядком. У нас идет спуск в начале, идет время, от сейчас и до века. «Шем Хашем» – вечно благословенный, слово «Олам» в Танахе никогда не вселенная, а всегда вечность, это всегда слово времени. Теперь география, вот вечность во времени, всюдость в пространстве, вот теперь он выше всех, он над небесами или над небесами слава, и вот теперь кто подобный сидит высоко, а видит внизу. Вот это спуск с небес на землю идет. Причем спуск идет, подымает из праха нищего, из мусорной кучи нищего. Есть тонкая разница между Дали и Вьон, но в Салмах она несущественна, это просто два синаги. И вот теперь идет опять обратное поднятие. Нищий уже находится у самого праха, теперь «лагошиви им медиви им», чтобы посадить его с вельмежи, вместе с знатью своего народа, машили Акерет Габайт. Для тех, кто знает иврит, слово Акерет Байт в официальных документах означает домохозяйка, в Танахе ни в коем случае такого смысла у слова нет, этот оборот никогда не означает Акерет Байт, в смысле домохозяйка, а всегда означает бесплодная. Мушиви Акерет Габайт превращает бесплодную в хозяйку дома, сажает бесплодную в дом, в семью, в помещение. Эм Габаним Смеха, матерью детей, многодетной матери, или матерью, радующуюся детям своим, превращает он одинокую и бесплодную в хозяйку дома и счастливую мять сыновей. О, Шнейдер. Камерология. Обратите внимание, что здесь написано, вот в этом изводе написано, в два слова, вот это черточка, это второе слово, это два слова означает. А Амин Хадшай пишет, что одно слово должно быть. А Амин Хадшай – это свидетельство Масоры. Опять, спорт не решается. Кстати, я подчеркиваю, что спорт не решается. То есть, аллилуйя. Вот первый вопрос, который должен быть, вот мы дочитали до конца, этот 113-й псалом, точно зачитан до конца. Первый вопрос, который, как это ни странно, должен быть, это это псалом общины или одного человека. Вот, смотрите, в начале как бы идет обращение к общине. И идет общие, как бы, констатация, он видит на земле и небеса, подымает бедного, сажает вовремя. Значит, теперь вот читаем. Макимима афардаль мэйспот хиримэ вьон. Читаем в другое место. Макима афардаль мэйспот хиримэ вьон лэгоси имэ дивин. И я читаю другую книгу, между прочим, сейчас. Подымает из грязи бедного, из мусорной кучи возносят нищего, чтоб посадить с вельможами. Я читаю другую книгу. Даровать им кресло славы значит, и перед этим, и перед этим, мы читаем, Гошем убивает и дарует жизнь, спускает в бездну и подымает. Гошем делает нищим и делает богатыми. Он унижает даже превознесенных. это молитва ханы. Это молитва ханы в начале книги Шмойля, вторая глава. Хана молится о ребенке, точнее, это уже вторая глава хана молится о ребенке и теперь благословит о ребенке. Благословляет вот, когда я начал с того, что халаль заповедана нам, когда не галим прочесть халаль, вот хана, вот не знаю, хана берет вот этот стих, подымающий из праха бедного и вот эта бесплодность ханы. Я надеюсь, все знают историю про то, что хана была бесплодной и над ней издевалась ее сожжена. Я уж не знаю, как по-русски сказать сожжена. Мужа было две жены. Хана и у ее была наеврите цара. Беда. Да. И она была несчастна. Муж ее пытался канал утешить и сказать, разве не лучше я тебе от десяти детей? А хана да, потом она помолилась и вот она родила ребенка и вот она спасена. И теперь обратите внимание, что возвращающий бесплодный дом радостной матери сыновей это молитва хана. Это спасение одного человека. Это спасение того бедного, которое упомянуло в седьмом стихе. Это спасение Эвьон, нищего, в седьмом стихе и спасение бесплодным. В тебе присутствует. И вот здесь начинается тема, которая для книги, для всего халеля и которую все время забывают и которую даже когда замечают пытаются изнасиловать и убрать. И совершенно напрасно на мой это вкус и на вкус моих учителей тоже. Фокус в том, что в халеле переплетены две темы. Слава Всевышнему одного человека и слава Всевышнему общи. Вот есть вещь, которая на самом деле одна из центральных и с тех пор, как поднялась идея освобождения человека от оков общества. Эта тема началась с французских просветителей и продолжается сегодня. То есть ей уже два века с хвостиком, два с половиной века и она набирает, продолжает набирать обороты. Взаимоотношения между общественным лично халлель непрерывно играет этой темой. Потому что вот для того, чтобы быть понятным, наверное, о каких двух веках вы говорите? От французских просветителей до нашего времени. хорошо, но мы же говорим о том, что халлель читали в храме? Читаем, да, но только эта тема, она куда древнее. Читаем 116 псалом, я просто для обозначения, я не буду сейчас заниматься, просто время выходит. Я полюбил, когда услышал Гошем, Киешма Гошем, Этконта Хануна, что Гошем услышал жалобы мои, и я не буду сейчас только уходить сложно. Киета Азно Ли, он склонил ухо ко мне, когда что, когда я позвал первое лицо, единственное число, меня окружили муки смертные, меня нашли беды, я призвал Гошема, спаси меня, вытащи, вытащи меня, что сказать Гошему, я подыму стакан, я выполню обеты, то есть, да, да, это читает один человек, правда, это не общественная молитва, она ходит в голове, но вот 117-й псалом, самая короткая глава во всем Танаке, два стиха, даже в нарушение правила, что меньше трех стихов не бывает, здесь это правило не соблюдено, славьте все народы, прославляйте все племена или все нации, ибо мы над нами ибо велика доврота его к нам, мы защищены, не буду объяснять почему, мы защищены, ибо нас, мы побеждены его покровительством, вот это вот именно так, мы побеждены его покровительством, вот побежденный победы, своей победы, да, у поэта советского, антисоветского, антисоветского, и истина, а истина это исполнение обещания в данном случае зашема на веке, это уже всемирная требования, теперь, давайте еще что-нибудь посмотрим, выходит, так можно же, это же много псалмов, это надо, но я хочу сказать, забегая вперед, вот что, я просто буду показать куски эти, я хочу сказать, вот что, давайте я скажу то, что я хочу сказать, и будет проще, дело в том, что самое фантастическое в Халлеле, которое мы воспринимаем, как чтение всей общины, комментаторы, что там, где говорится от первого лица, там, где описывается несчастье персонажа, что это надо читать, что это как будто народ Израиля, что это надо читать от имени всей общины, но на самом деле Халлеле по Пшату и намек в первом же псалме в 113-м, в первом же псалме Халлеле в 113-м, что это спасение отдельного человека, в данном случае намек на хану, супер прозрачный, это ее спасение, это она стала Эмхбай, она стала Атер, она, когда была Атер, когда была бесплодная, теперь благодаря чуду она стала Матерью, это личная обеда ее. Ну, в этом же псалме социальная нота, посадят с вельможами, значит, это важно для человека сидеть с вельможами, тут же социальная совершенно тоже я полностью согласен. Дело в том, что весь Халлеле весь Халлеле тут образцом будет у нас 117-й, по-моему, псалом, где будет ну, совершенно очевидно, что это про одного человека, в 116-й псалом, в 115-м, в 115-й псалом говорит, не нам, не нам, но имени твоего воздай славу, да, то есть ясно, Хашем благословит дом Исраэля, благословит до Маарона, благословит боящихся Бога, благословит малых и великих. Это вся община, это обращение ко всей общине, это благословение, ну, всей общине обращенное. Но дальше прошу, за чем спасти меня. чем оплачу Господу за все блага, я, чем я оплачу. Вдруг вот эта комбинация, что каждый читает про свои беды и про свои спасения. Халлель читается не о бедах, а о спасении и своих бедах. Каждый должен находить то, что применимо к нему в целом и при этом он же читает от имени всей общины, вся община читает. Вот эта комбинация, вот этот потрясающий букет Халлеля, где как бы община состоит из отдельных личностей и у каждой личности свое все вместе сплетается в вот прочтите на досуге 118 псалом и увидите, что он личный. И я понимаю, что Рашка говорит, читаем от имени всего Израиля, но он личный. Но тут же рядом, тут же рядом, когда читаются благословитель, весь дом Израиля, дом народа, все, 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 маленькие и великие, это община как единая цель. Вот эта игра темами, двумя темами, как бы два лейтмотива, да, если мы говорим о музыкальной терминологии, лейтмотива общества, лейтмотив частных спасений. Вот это важно, именно спасение частных. Вот это есть Халлель. Я прекрасно знаю, что когда его читают в синагоге, частная сторона куда-то исчезает. Они забывают, потому что обычно ее читают, все встают, все читают и как бы читают хором и идеал, представляемый собравшимися вся община как одна голова, как единая душой. Но по тексту Халлеля я и моя личная благодарность в этом Халлеле не от имени всей общины Израиля, а от меня лично, мне есть лично за что поблагодарить. И как я живу внутри своего народа, не хочу выделяться на имеется ввиду. Как вот эта мысль, но должна быть еще мысль про то, что ну вот известно, что каждый человек должен сказать для меня создан мир. Вот в этом Халлеле есть мой лейтмотив, о котором я благодарю как бы своим отдельным голосом. И вот обратите внимание, 113 псалом, в тот момент, когда вы видите, что это молитва Ханы в конце, с цитатой, просто основной цитатой из молитвы Ханы, и вроде бы начало обращения к общине. Халлеле все вместе, все вместе отвечают, да будет имя Хашема благословлено отныне, отныне, то есть от сегодня, не забывайте этот акцент, вот обычно отныне и нововеки веков все воспринимают как личность, отныне акцент, вот сейчас, вот сейчас и навсегда, вот этот сейчас, настоящее время, о котором забываются в этом обороте все время, как-то считается от прошлого до будущего, здесь вот сейчас и далее и я не забыл про благо, которое ты дал лично мне, вот этот намек через цитату из молитвы Хана, вот я не знаю, кто кого цитирует, кстати, Хана цитирует этот псалом или псалом цитирует Хану, кто кого цитирует, я не могу определить, но вот это вместе и каждый отдельно спасибо, что ты не забыл про меня, то, что есть в этом псаломе, вот намек, он безумно важен при чтении псалома, вот то, чего при чтении вообще нерегулярно забывают, и я считаю, что вот на этой ноте можно мне сегодня и закрыть эту тему, потому что на сегодняшнюю тему я продолжу ее, но вот это взаимоотношение я и все это тема шести псалмов, которые читают, а когда спасены, читают Халейд, то, что сказали наши благословенные памяти мудрецы, вот где-то вот это я хотел сегодня рассказать. Мэр? Да. Но когда считаешь это в синагоге, то есть такое чувство, и как бы это вот все равно, когда, почему люди бегут там кот или что-то, не все, конечно, бегут кот или что-то, но все равно, даже они у кот или они все равно ощущают, что их молитва, она как бы по-другому, они по-другому молятся, я не хочу говорить, что ее услышали. Я понимаю прекрасно, намоленное место, ближе, ближе к тебе, господи, вы меня извините, это вот так, я понимаю. Понимаешь, поэтому, поэтому Галерия, конечно, важна эта нота, когда говорится о личной спасении, но очень важно, но как бы когда читаешь ее в синагоге в общине, мне кажется, она звучит все равно по-другому, несмотря на то, что... Давайте я немножко отнесу, потому что это станет ясно, когда я буду говорить о коротком псалме, о том, что называется короткий Галерий, почему есть два отрывка, два раза мы пропускаем по первой половине псалма. Есть правило о том, что мы пропускаем первую половину 115-го псалма и первую половину 116-го псалма в Рош-Ходыш, и в многим дни, когда не предписано читать Галерий, мы его все равно читаем. А Бодилук когда читают? Бодилук читают в Рош-Ходыш, Бодилук читают в Хоргамоэт-Песах. Да. А почему Хоргамоэт-Песах, кстати, читают Бодилук? Это так сложилось? Можно я в следующий раз расскажу? Можно я не буду рассказывать, но вспомните классический Медраж «Мои дети тонут в море», да? Я в следующий раз объясню эту тонкость в следующий раз, но вот в один раз шесть слов я не могу. Но я говорила, что нужно взять разделить на два. А теперь еще последнее, что я хотела спросить. Вот вы так говорите о Хане, но есть еще другая женщина, которая говорит, что она ни в чем не нуждается, у нее она живет в своем народе. И поэтому, когда она живет в своем народе, ей там она даже и не просит, а он ей говорит «Нет, мать Элиши». Так ведь? Там же история, там история очень важная, но вы там когда я произнес «БТОХАМИАНИЮШЕВЕК», я имел в виду всю историю с больным ребенком, который там еще есть. Не хочу выделяться, хочу быть, но это почему в Йом-Кипур в идеале молиться в синагоге не по одному, чтобы как бы в синагоге я проскочу внутри общины. Как бы «БТОХАМИАНИЮШЕВЕК», приговор общине это мой приговор, а когда я молюсь один то мне отдельный будет приговор. Да? Чего в Йом-Кипур все люди, у которых немножко чувствуют какие-то вещи, предпочитают молиться внутри, в общине. Именно поэтому спрятаться. А я, кстати, не помню. Не высовываться. Давайте я другое слово потреблю. Не высовываться. Я не помню, а когда читают Галерий в Йом-Кипур? В Йом-Кипур не читают, но все молитвы точно так же читают. Так вот, я говорю про Халель, который читают. Читать надо в общине. Есть правила, правила там луда. Читает каждый один, ежели не в общине, и вообще в идеале читать в общине надо Халель. Но ежели не прочел в общине, то надо прочесть с другим. Окей. Элочка, имей совесть. Хорошо. Окей. Тяните меня в следующую тему, а я ее на следующий раз отложу. Отдавьте мне что-то рассказать это называется. Нет проблем. Спасибо, хорошо. Ладно. Хорошо, мы закончим. Мейер, если можно в следующий раз, в следующий раз тоже. Да, я продолжу. Почему вообще есть два вида? Почему есть делугим и бледелугим? В следующий раз расскажем, потому что делугим и повторение еще есть. Окей. Все, всем спасибо огромное. Мейер, спасибо огромное. Это тоже приятно. Все, всем счастливо, до свидания. Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok